Сейчас на Самарских пляжах больше рабочих и техники, чем отдыхающих, но уже в ближайшие дни ситуация изменится. Ожидается потепление к тому времени и официальное открытие пляжного сезона. На городской набережной, одной из самых протяженных и красивых в России, места хватит всем отдыхающим, даже при условии соблюдения санитарной дистанции. Свежий песок уже завезли на две трети территории. Продолжается установка зонтов, скамеек, кабин для переодевания и другого оборудования. Всего их будет 1100 единиц. Сегодня со стороны Волги дует холодный ветер, поэтому людей на пляже не так много. Да и сама обстановка пока еще не располагает к полноценному отдыху. Здесь продолжается монтаж оборудования. В этом году большая вода отошла с запозданием, поэтому и сроки сдвинулись. Тем не менее, на этой неделе власти планируют дать официальный старт пляжному сезону. С середины июня на побережье дежурят спасатели. Дно обследовали вдолазы, воду проверил Роспотребнадзор. Однако тем, кто уже приходит на пляж, стоит иметь в виду, гарантии на водные процедуры будут только после получения паспорта готовности. Весь посторонний мусор, который был с большой водой, он убран, увезен. Пробы воды взяты. Поэтому рабочую комиссию мы предполагаем, мы проведем 3-5 июля и официально заявим в открытие в МЧС и для получения паспорта о безопасности и открытии пляжа. Дважды в день уборка и вывоз мусора. Есть места для детей и тех, кто не умеет плавать. В районе улиц Некрасовской и Полевой со дня на день оборудуют и пляжи для инвалидов. Это эксклюзивный опыт Самары. Внедрен, чтобы даже люди на колясках могли отдыхать здесь наравне со всеми. Уже скоро на берегах будет полный порядок. У нас-то на пляже хорошо здесь, все делают, мне нравится. На этот раз поздновато, конечно, раньше ожидали, но вот из-за карантина все хорошо, чистенько. Вода тоже чистая сегодня, да, даже удивительно. Приятно, что песок чистый, потому что в этом году песочек насыпали. Сегодня на Самарской набережной в режиме прямого включения на вопросы телеканала «Самары ГИС» ответил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев. По его словам, пляжи не только будут благоустроены и полностью укомплектованы всем оборудованием. Самарская набережная – это еще и большая спортивная арена, на которой проводятся тренировки и соревнования по пляжным видам спорта. В этом году, как будет установлено оборудование, сможем мы проводить чемпионаты. Ну, оборудование спортивное в дополнение к зонтикам и скамейкам в обязательном порядке устанавливаться, то есть к моменту открытия пляжа будут оборудованы волейбольные площадки, футбольные для активного отдыха граждан. Жители Москвы и многих российских городов, стоящих вдали от больших рек, называют Волгу морем. По прогнозам синоптиков, в июле и августе будет немало дней с погодой за 30 градусов. А значит, самарцы смогут хорошо провести это время и показать гостям одну из самых интересных достопримечательностей города. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Субтитры подогнал «Симон»